Пишите, пожалуйста, в чате, мне просто интересно. Просто интересно, какая аудитория у нас собралась здесь, насколько вы что-то обо мне знаете, насколько готовы меня слушать, насколько уверены в том, что то, что я сегодня вам скажу, оно точно работает. Для меня это действительно очень важно, для меня всегда важен контакт с аудиторией. Напишите прямо кратко в чате, кто слышал, кто не слышал. Нет, вот вижу, не слышали, не слышали. Очень жаль, что не слышали. Так, ну понятно, понятно, многие не слышали. Хорошо, ладно. Мою книгу «14 проверенных способов сэкономить деньги для сетевика» прочитали уже более тысячи человек, это электронная книга. Ага, слышал, читал. Вот, поэтому если вы еще не прочитали книгу, обязательно прочитайте. По ней приходят шикарные отзывы, мне действительно очень приятно, что эта книга полезна. Я вам в чате скидываю ссылочку на эту книгу, там нужно просто ввести имя и e-mail, и вам придет книга. Так, я смотрю, у нас людей становится все больше, все большему количеству людей. Интересна тема интернета в работе сетевика, действительно, тема очень горячая. Я прям расскажу о себе вкратце, мы сегодня пришли слушать не обо мне, мы пришли говорить о вас, потому что те люди, которые собирают людей, которые проводят тренинги, вебинары, семинары, они очень много говорят о себе. Я считаю, это неправильно. Если вас уже пришли слушать, значит, вас хотят услышать, поэтому не нужно много самопиара, не нужно много рекламы. Я занимаюсь продвижением финансовых услуг на мировом финансовом рынке с использованием методов и принципов сетевого маркетинга. В сетевой маркетинг я пришел в 2007 году в индустрию прямых продаж, я с 2005 года. То есть, мне удалось пройти и прямые продажи, и закрепиться в сетевом маркетинге, и 21 июня 2012 года будет ровно 5 лет, как я нахожусь в индустрии сетевого маркетинга. Как вы считаете, 5 лет это много или мало? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто считает, что это много, поставьте, пожалуйста, двоечку. Кто считает, что это мало, поставьте, пожалуйста, единичку. Сегодня, смотрите, как бы вы будете меня не просто слушать, мы будем работать с вами в формате интерактива, то есть, постоянно будет какая-то обратная связь. Я буду просить вас поставить цифры, плюсики, бинусики и так далее. То есть, двоечку поставьте, если вы считаете, что это много либо нормально, единичку, если это мало. Полтора, ну да, нечто среднее, соглашусь вот с Александром. Ага, Мария говорит, что это мало. Ладно, хорошо. И дело в том, что я проверил все техники, о которых мы сегодня будем с вами говорить, на практике. Моя система, она точно, она работает. Это та система, которую передал мне мой наставник, за что я ему очень сильно благодарен. Эта система сработала для него, эта система сработала для меня. И то, чем с вами я поделюсь сегодня, сработает и для вас. Например, сегодня только ко мне в команду пришло два человека на бизнес. То есть, эти люди самостоятельно зарегистрировались с компанией, с которой я работаю. Самостоятельно подтвердили свою регистрацию, самостоятельно совершили некоторые действия для того, чтобы стать активными. И, соответственно, уже после этого связались со мной. Два человека в день. Это очень приятно. Понятно, что отсев идет примерно такой же, как и при работе офлайн. Тем не менее, то есть, многие люди мучаются месяцами, пытаясь подписать хотя бы кого-нибудь, хоть кто-то, хоть как-то, если шевелится в интернете, то пытаются его уже захватить. Скажите, пожалуйста, вот кто сейчас присутствует из присутствующих. Что уже изучали по теме рекруйтинга в интернете? Изучали ли что-то? То есть, зачем вы пришли сюда? Может быть, вам не хватает информации? Может быть, вам не хватает мотивации? Может быть, вам нужны какие-то дополнительные методики? Может быть, вы просто пришли для того, чтобы узнать, возможно это или нет? Или же это очередной миф, очередная сказка? Как у вас это произошло? Напишите, пожалуйста, в чате, то есть, почему вы здесь находитесь, зачем вы сюда пришли. Я попрошу всех быть активнее. То есть, если вы пришли получить сюда полезную информацию, давайте будем включаться в процесс. То есть, не будем мы отсутствовать, как бы есть и как бы нет. То есть, такого быть не должно. Но если вы выделили время для того, чтобы получить все новые знания, получить новый опыт, то все время нужно быть включенным в процесс. Я считаю, что это правильно будет. Рекруйтинг идет для меня туго. Для многих людей рекруйтинг идет туго. Это действительно проблема. Это действительно затруднение, с которым многие сталкиваются. Система, с чего начать. Ситуал на сегодня про это будет. Будет новый опыт работы в интернете. Интернет – это очень мощнейший инструмент. Я его очень сильно люблю. Нужны знания, опыт, узнать о рекрутинге. Хорошо. Отлично. Отлично. Напишите, пожалуйста, у кого какой опыт в сетевом маркетинге. Напишите, у кого как. То есть, насколько давно. Может быть, вы только пришли, вы новичок, совсем новичок, то есть, совсем ничего не знаете, чтобы я мог понимать, какие термины можно использовать, какие-то термины нельзя использовать. Все зависит от вашего уровня. Кто-то давно в сетевом маркетинге. У кого-то многие иллюзии уже разрушились. Для кого-то я сегодня скажу вещи, которые могут быть неприятны, они могут быть против шерсти. Дело в том, что я не люблю продавать иллюзии. Я не люблю продавать красивые слова и красивые обещания. Я люблю осознанных людей, которые выбирают эту индустрию путем логических выводов. То есть, я не фанатею. Давно в офлайн, 3 года, несколько компаний. Только начало. Я не фанатею. То есть, у меня нет фанатизма. У меня включается очень часто логика. То есть, это такой же бизнес, как и другие. Если мы будем часто включать свою логику, да, и будем оценивать сетевой бизнес именно как бизнес, этот бизнес начнут наконец уважать. 3 года, 3 года, ага, вижу. 4, только начало, давно оффлайн. Так, 3 года, 14 лет. Ух ты, класс, Надежда. 14 лет в сетевом маркетинге. В классическом 5 лет. Супер. Это очень хороший опыт. Вот те, кто в сетевом маркетинге от года, и у вас есть уже свои результаты, то есть, даже оффлайн, да, оффлайн мы не трогаем сейчас интернет. Вам будет сильно проще в интернете. А тем, кто пришел с нуля, будет чуть сложнее, придется осваивать все намного быстрее, придется впитывать в 2 раза больше информации. Дело в том, что очень многие люди продают красивые иллюзии о том, что можно автоматизировать, вот это вот слово, мне даже оно не запоминается. Автоматизировать бизнес на 98%. Нельзя автоматизировать бизнес. Если вам говорят, что бизнес можно полностью автоматизировать, это значит, вам хотят продать какую-то систему. Это значит, что ваш бизнес можно будет увести в любой момент, потому что, если ваш бизнес полностью автоматизирован, в принципе, вы в этом бизнесе не нужны. И компании с сетевой нет смысла платить вам денег, если вы все автоматизировали. А личное участие в сетевом маркетинге, оно играет решающую роль зачастую. И зачастую именно это позволяет увеличивать товарооборот, увеличивать количество людей в структурах, увеличивать ваши чеки, именно ваше личное присутствие. Если все это автоматизировано, нет личностного фактора, то это очень сильно вас тормозит. Это очень сильно вас тормозит. И в любой момент вас могут заменить, то есть как винтик в системе. Наверняка вы знаете, что если на завод приходит 100 человек, они умеют делать одно и то же, то если один человек начинает работать хуже, то этого человека просто меняют на любого другого человека. Так же и в автоматизации. Поэтому 100% и 98% автоматизации в MLM бизнесе никогда не будет. Либо этот MLM бизнес будет приносить вам 100-200 долларов. Но это не те суммы. И естественно, постепенно мы подходим к тому, что нужно где-то брать людей, нужно где-то брать тех, кто будет обращаться к вам сам. Скажите, у кого были такие светлые мечты, светлые фантазии, что когда-нибудь наступит такое время, когда люди будут сами находить вас и ваш бизнес, и сами будут хотеть работать с вами. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто хотел бы, чтобы вас находили, чтобы говорили, ты знаешь, ты мне так нравишься, я хочу работать с тобой. Знаете, для меня раньше, для меня раньше это была очень большая фантазия, я думал, это было бы так круто. Можно было бы уже, в принципе, не заниматься личностным ростом, то есть люди же тебя находят, да. Но это была одна моя большая иллюзия, которая с треском провалилась, с треском разбилась. Я вам скажу так, я рекрутировал своего первого человека в интернете, когда мне было очень мало лет. Я удивился тогда, что этот человек пошел за мной, этот человек был из другого города, этот город находился в более чем 1000 километров от меня. Рекрутировал я его абсолютно без личного контакта по переписке в ICQ. Когда я умел пользоваться только ICQ, то есть тогда не было там известно мне, что есть какой-нибудь Facebook, что есть еще что-то. Я вот умел пользоваться ICQ. И как-то я нашел человека и предложил ему бизнес. И этот человек на тот момент делал бизнес с компанией M-Way. И для меня было такой огромной победой просто подписать человека, который уже занят сетевым маркетингом. На тот момент мне было очень мало лет. У меня не было никакой системы, у меня не было никаких знаний, у меня было только жгучее желание. Я как-то на одном из своих вебинаров уже рассказывал свою историю, как начался мой путь в MLM бизнесе. Если у нас сегодня останется время, то я вам тоже об этом расскажу, если вам будет интересно. В конце мне кто-нибудь напомнит. Кому будет интересно, тогда напомните. И тогда я подписал первый чек, и на этом все и закончилось. Я его подписал и думаю, ура, этот человек мне сейчас делает большой бизнес, пойду отдохну. Все, то есть я думал, что мой бизнес построен. Это такая большая иллюзия, что если вы нашли человека, которому интересен бизнес, то нужно отдыхать. Несмотря на то, что у меня офлайн уже были разные люди совершенно, то у меня была достаточно сильная первая линия. Я всегда работаю активно над созданием первой линии. Любой сетевик, который давно в бизнесе, он знает, что первая линия – это деньги, а глубина – это стабильность. Знаете, да, такое выражение наверняка, и вы им пользуетесь. У меня никогда не было проблем с первыми линиями, это был просто еще один человек в первой линии, подписанный через интернет. Я почему-то думал, что раз он пришел ко мне сам, то он сейчас построит большой бизнес. Этого не произошло, человек сделал только одну покупку, и все. Это было потому, что у меня не было никакой системы. У кого-нибудь бывали такие случаи, когда человек приходит в бизнес с таким жгучим желанием, говорит, да, я хочу, покупает себе стартовый комплект, берет образцы продукции, начинает там обзванивать кого-то, а через месяц его уже нет. У кого такое было, напишите, пожалуйста, циферку 3 в чате. Обычно в этот момент кто-то говорит, да он слабак, да он там такой, да это все окружение, да он просто не хочет изменить свою жизнь, да он неудачник. Знаете, я бы не бросался такими громкими словами в отношении людей. Дело в том, что MLM бизнес у всех было, у всех было. Дело в том, что, во-первых, MLM бизнес, он подходит не для всех, как бы не утверждали, что это бизнес для всех, это неправда. Пользоваться продуктом могут все, строить бизнес могут только люди, которым это действительно нужно. И если происходит такая ситуация, да, что человек выпадает из бизнеса, это происходит по нескольким причинам. Одна из причин, вот Светлана пишет замечательные иллюзии. Да, это верно, иллюзии. Далее, да, то есть вторая причина какая, то есть это нет системы, человек не закреплен, то есть он, понимаете, он на энтузиазме пришел с нуля, вы ему вывалили вот это вот все, да, список знакомых, встречи, презентации школы, человек на все это сходил, а что делать дальше он не знает. Он не может передать то же самое своим людям, потому что нет системы. На тот момент у меня в интернете тоже не было никакой совершенно системы. Но потом, когда я начал заниматься выстраиванием этой системы, на это у меня ушло более полутора лет, мне пришлось перелопатить огромное количество материалов для того, чтобы получить первый опыт, для того, чтобы люди начали идти за мной. На самом деле людей много везде, то есть, во-первых, они вас окружают на улицах и так далее, во-вторых, есть люди, которые нас окружают в интернете миллионами, если даже не миллиардами. Однозначно, что в России это более 100 миллионов человек, это страны СНГ, это русскоговорящие люди, которые находятся за пределами СНГ. И эти люди вас окружают, то есть, они вас окружают в социальных сетях, в блогах, в рассылках, они приходят на вебинары, даже сейчас мы находимся, у нас там примерно 25 человек. Это все люди, которым интересен MLM бизнес. Люди приходят на семинары, на тренинги, люди ходят на йогу, как, например, я хожу на йогу, и так далее. То есть, везде есть люди. Они и оффлайн, и онлайн. То есть, все это перемешивается, отовсюду можно брать людей. Смотрите, да? Во-первых, люди идут не за всеми. Давайте будем честными. Вот, ответьте честно для себя. Прямо можно даже в чате будет не писать, потому что некоторым это будет некомфортно. Вот если бы вы сейчас были новичком, вы бы пошли за собой в бизнес, вы бы поверили сами себе, вы бы поверили, что именно этот человек, это тот, кто вам нужен. Вот, если бы поверили, напишите «да». Если не поверили, можете не писать. Кто не стесняется, можете написать. Поверила бы. Сейчас уже «да», «супер». Да, хорошо. Класс. Очень рад видеть Юлию Еременко. Я о Юле расскажу сегодня немного позднее. Да, да, да. Смотрите-ка. Смотрите, поверили, пошли бы за собой. Ну, классно. Если бы вы пошли за собой, значит и люди за вами готовы идти. Дело в том, что люди готовы идти не за всеми. Людям нужно нести пользу. Прежде чем что-то получать, нужно отдать. Об этом многие знают, но мало кто придерживается. Дело в том, что я очень много общаюсь с людьми, представителями сетевой индустрии. Да, как бы здесь по-другому не получится. О, Мария супер-мечта. Мечтает, чтобы потенциальные партнеры были похожи на меня, и мне поверили. Кто не писал, тот воздержался. Ну, ладно. Смотрите, да, то есть многие говорят о том, что прежде чем что-то получить, нужно отдать. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Наверное, слышали, да, про это вам. Кто-то об этом уже говорил, вы где-то читали. Но, тем не менее, когда я общаюсь с людьми сетевой индустрии, знаете, я вижу в глазах огромное количество долларов, и мы с человеком общаемся, я говорю, а чем ты увлекаешься, какое у тебя хобби? Мне интересно, чем человек живет, что он из себя представляет, насколько он силен в разных областях своей жизни. Меня не интересуют люди, которые занимаются только малым бизнесом. Для меня это люди, которые идут в пропасть, сами себя загоняют в тупик. И если человек на меня смотрит такими глазами, я у него спрашиваю, чем он занимается, он говорит, давайте я расскажу про маркетинг-план, мне становится обидно. Мне становится обидно, что такие люди являются представителями замечательной индустрии. Дело в том, что имидж индустрии формирует эти самые люди, и все хорошее, оно достаточно быстро забывается. Почему по телевизору показывают плохие новости? Потому что плохие новости будут смыковаться еще долго, это будет поднимать рейтинги, будет поддерживать интерес каналу. А хорошие новости, их смотреть неинтересно, их никто не любит. И также в индустрии MLM всех плохих представителей, плохих в кавычках, которые ходят с сумками по подъездам, а такие еще есть, если вы не встречали, то вам повезло, которые распространяют продукцию по рынкам, по торговым центрам, ходят с сумками, опять же, которые набрасываются на всех подряд с целью подписать, затащить структуру, они формируют имидж. То есть не те люди, которые работают профессионально, потому что таких очень мало, а именно те, кто работает непрофессионально. Мне очень бы хотелось, чтобы становилось как можно больше профессионалов, людей, которые действительно могут делать так, чтобы об индустрии MLM говорили как минимум с уважением. Мы не будем говорить про восхищение, хотя бы с уважением. Поэтому, возвращаясь к тому, что прежде чем что-то получить, нужно что-то отдать, подумайте, а что вы могли бы отдать людям? Может быть, кого-то вы могли бы мотивировать, кому-то вы могли бы обучить, кого-то вы могли бы научить продажам, кого-то вы могли бы научить рекрутингу, кого-то вы могли бы научить быть красивыми. Не обязательно научить людей зарабатывать деньги. Понятно, что каждый хочет зарабатывать, но наверняка есть люди, которые хотят быть красивыми, наверняка есть люди, мамочки с детьми, например, которые хотят, чтобы их досуг был разнообразным, чтобы они не только сидели дома. Например, Например, есть женщины, которые хотят не зависеть от мужчин. Вот, например, у Юлии Еременко есть интересная тема, есть интересный курс. Юля, напиши, пожалуйста, ссылочку на свой сайт в чате. Это мини-франчайзинг для дам, очень интересная тема. Я удивился, когда увидел, что такая тема вообще есть. То есть это люди, это девушки в возрасте от 30 лет, которые хотят зарабатывать больше, чем муж, которые хотят от независимости, которые хотят начать собственный бизнес. Как вы думаете, много ли таких девушек, которые хотят быть самостоятельными? Вот Юлия Еременко написала сейчас ссылочку в чат. Кому интересно, как это работает, посмотрите. Она отдает этот курс бесплатно, то есть вы можете посмотреть, кому интересен этот мини-франчайзинг, вы можете зайти и посмотреть, о чем же там говорит Юля. И также вы можете людям что-то отдавать. А что вы будете отдавать зависит от того, что у вас есть. Как правило, люди могут делиться только тем, что у них уже сполна. Если человек не умеет рекрутировать, вряд ли он научит рекрутировать. Если человек не умеет продавать, вряд ли он научит продавать. Если человек не пользуется интернетом, вряд ли он научит пользоваться интернетом. Что же есть у вас такого? Напишите, пожалуйста, сейчас в чате. Чем вы хотели бы делиться с людьми? Что вы хотели бы людям отдавать? А, ссылка не видна. Спасибо, Светлана, что напомнили. Да, действительно. Вот ссылочка. Сейчас должна работать. Юлия Еременко. Ком. Это ссылка, где Юля рассказывает, делится своим опытом с дамами, которые хотят заниматься мини-франчайзингом. Скажите, что вы могли бы отдавать людям? Что вы хотели бы отдать? Чего у вас, скажем, в изобилии, в достатке? Чем бы вы хотели делиться? Опыт, знания, эмоции. Эмоции – это круто. На самом деле, большинству людей не хватает эмоций. Большинству людей не хватает позитивного, поддерживающего окружения. И многие люди хотели бы платить денег, чтобы получать окружение, которое будет их поддерживать. внимание, значимость, навыки в работе, общение и признание. Вот. Очень сильно. Да. На самом деле, люди готовы находиться рядом с вами, если вы их признаете. Об этом тоже немного позднее расскажу, как это было у меня. Смотрите, где можно брать людей в свой собственный бизнес, где можно их брать именно из интернета. Во-первых, это социальные сети. Это одна из моих сильных тем. Я в дальнейшем, возможно, даже проведу мощный тренинг по социальным сетям. Было бы вам интересно узнать, как можно создавать движение вокруг себя в социальных сетях и как это движение переквалифицировать поток людей, клиентов и партнеров для вашего бизнеса. Кому это было бы интересно, просто чисто теоретически, то есть я сейчас не рекламирую никакой курс, никакой тренинг, да, мне просто интересно, для кого важны социальные сети. Просто мне важно понять, вообще стоит этим заниматься или нет. Для меня это важно, да, для меня это интересно. Я могу сказать, что примерно из тех людей, которые пришли ко мне через интернет, это уже более двух сотен человек только за последние, скажем, месяцев пять, у меня человек 60-70 пришло, то есть примерно треть людей пришло из социальных сетей. Как вы думаете, много это или мало? 60-70 человек. Я провожу время, то есть для меня, я не считаю социальные сети временем, которое я трачу для бизнеса. В социальных сетях находятся мои друзья, знакомые, приятные мне люди, которые находятся в других городах, странах, с которыми мне приятно общаться. И параллельно с этим, как-то само собой разумеющимся, стал происходить рекрутинг, но само собой разумеющимся он стал в тот момент, когда стал применять некоторые стратегии, которые позволяют рекрутировать в социальных сетях. Об этих стратегиях мало кто знает, как правило, люди делают неграмотные вещи. Скажите, кто из вас получал в социальных сетях такие длинные предложения в личные сообщения, что открывается новый супер-мега-проект века, и если прямо сейчас вы не переведете какую-то сумму денег в этот проект, вы будете неудачником и так далее. Нажмите цифру 4, чтобы я понимал, чтобы не путаться, да, плюсики. Нажимали цифру 4. Кто получал такие спам-предложения? Ага, было, да? А когда человеку говорит, что молодой человек – это спам, человек говорит, нет, это не спам, это бизнес-предложение. Это не бизнес-предложение, вот нисколько не бизнес-предложение. Бизнес-предложение выглядит по-другому. Я могу сказать, что гораздо приятнее, когда человек сам пишет. «Ты знаешь, я посмотрел твой сайт, посмотрел то, чем ты занимаешься. Мне это интересно. Скажи мне, как зарегистрироваться в твоей компании?» Вот это я понимаю. Вот так оно действительно интересно. Когда оно работает так, оно хорошо работает. Скажите, а что вот из перечисленного у вас уже есть? То есть в социальной сети, кто-то зарегистрирован, может быть, в Твиттер, Вконтакте, в Фейсбук. Может быть, есть у вас уже собственный блог, вы даже пытались что-то на нем писать, но почему-то никто не комментирует. Может быть, у вас есть собственная e-mail рассылка, то есть не путайте со спамом, а e-mail рассылка. Может быть, вы проводили свой первый вебинар или проводили презентацию компании онлайн. Может быть, вы проводили презентацию по скайпу. Как это у вас происходило? Напишите мне, пожалуйста. Есть ли у вас что-то из этого и что именно есть? То есть, если есть в социальных сетях, напишите в соцсети. Есть блог – напишите блог. Есть рассылка – напишите. Есть рассылка. Чтобы я понимал, опять же, какие люди у нас тут собрались, насколько вы продвинуты в интернет технологиях. Соцсети. Класс. Рассылка. Блог. Вконтакте. Фейсбук. Твиттер. Сайт. Хорошо. По скайпу. Хорошо. 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 Фейсбук. Установлено! Тайра. Продолжение следует... 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 Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы была от вас активность. Ничего из перечисленного, очень, очень жаль, очень жаль. Знаете, дело в том, что люди не верят всем подряд. Некоторое время мне не верили люди. Когда я говорил о том бизнесе, которым я занимаюсь, люди мне не верили. Дело в том, что меня не знали. Нет блога. Вообще ни в соцсетях, ни по скайпу, ничего нет. Юля. Соцсети вообще супер темы. Это одна из самых сильных тем. Дело в том, что когда у меня было в рассылке человек 100, сейчас, кстати, я могу сказать, что меня читают практически 5000 человек. Представляете, да, я отправляю какое-нибудь письмо одним кликом мышки и 5000 человек, его практически 5000, да, вот в этом месяце уже будет больше пяти. Они его читают. И, естественно, те, кто читает мне давно, постепенно присоединяются к моему бизнесу, изучают то, что есть у меня еще и так далее. И люди верят тем, кому доверяют. Люди верят тем, кого знают. Наверняка, если вы собираетесь что-то приобрести, группы в соцсетях, спорный момент по поводу групп в соцсетях, если время останется, обсудим мы это, давайте так сделаем. Если люди вас видят первый раз, они вам не верят. То есть люди должны наблюдать за вами некоторое время. Дело в том, что когда человек уже становится более-менее разборчивым в людях и начинает понимать, с кем он хочет работать, а с кем нет, то есть он начинает осознанно выбирать себе наставника. У вас с человеком должны быть схожие цели, схожие ценности, у вас должны быть схожие интересы. Возможно, у вас даже должен быть, разумеется, возраст близкий друг к другу, чтобы не было сильного разрыва в возрасте. Это все очень сильно влияет на ваши результаты и люди должны за вами наблюдать, прежде чем сделать выбор в пользу вас. Также нужно быть полезным. То есть люди верят тем, кто им полезен. Если человек помогает решить какую-то проблему, ему начинают доверять. Он становится экспертом в решении этой проблемы. Например, есть девушка, к примеру, которая умудрилась с помощью препаратов своей компании, например, БАДы. Кто продвигает БАДы, знает, что можно с помощью БАД эффективно похудеть. Есть вреда для здоровья, и девушка, например, она эффективно похудела, сделала это достаточно быстро, она сделала это с пользой для здоровья. То есть вреда никакого не было, и она помогает теперь другим людям быстренько похудеть. тем более, что сейчас скоро лет, это будет особенно актуально. И естественно, люди будут идти к ней, потому что они будут видеть результаты до и результаты после. То есть если человек уже работал с вами, он должен оставить вам отзыв, о вас должны быть отзывы, о вас должны говорить. Я всегда прошу людей, если людям действительно понравилось то, что я делаю, для них это было полезным, это принесло им пользу, я всегда прошу их написать отзыв. Кстати, если вы умеете слушать и параллельно писать отзыв, вы можете написать мне сейчас отзыв, либо написать чуть позднее, я вот написал вам адрес e-mail почты нашего проекта MLM-актив, естественно, мы все потом проверим, и лучшие отзывы, те отзывы, которые будут наиболее правдивыми, наиболее настоящими, мы их разместим в нашем проекте. Естественно, ссылками на вас, это будет для вас дополнительным источником рекомендаций, для нас это будет полезно тем, что люди будут видеть, что мы действительно даем пользу. Еще один важный момент, четвертый момент, о том, да, почему к вам будут приходить, если у вас будут результаты. Кто знает Артема Нестеренко? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, кто знает Артема Нестеренко, кто о нем что-нибудь слышал. Слышали, 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 не слышали, но хорошо, что кто-то уже слышал. Артем Нестеренко смог за два года там с нуля выйти на чек в 22 тысячи долларов в месяц. У него очень сильный результат, и люди идут сейчас к нему в команду, потому что они видят его результат. Естественно, каждый получает результаты такие, да, какие он хочет от MLM бизнеса. Я могу сказать по себе, что мне было бы неинтересно заниматься исключительно MLM бизнесом, и те люди, которые находятся рядом со мной, я им не рекомендую никогда заниматься чем-то одним и создавать один источник дохода. Те, кто уже обучался у меня, знают, что я всегда говорю о множественных источниках дохода. И в одной из книг, которая называется «Бизнес и жизнь», Андрей пробел, он написал, что один – это очень плохая цифра для бизнеса, один крупный клиент, один способ рекламы, один бизнес. Это один – это очень плохая цифра, вы становитесь очень зависимыми. И если вдруг всякое бывает, что-то происходит с компанией, с которой сотрудничает человек, и чеки перестаются выплачиваться, а такое уже было, и я думаю, те, кто в MLM давно, они это уже видели и знают. Вот у Юли эта любимая фраза, супер. Они это видели, да, что приходится менять проект. Это может быть больно, неприятно, команда переходит вместе с вами, часть команды теряется, приходится менять проект, и вы очень сильно зависимы от того источника дохода, который только что прекратил навриваться в ваш кошелек. Если бы у вас были множественные источники дохода, вам было бы не так больно, не так неприятно. То есть людям нужны результаты. Второго человека, которого я хотел бы привести в пример, это мой непосредственный наставник, это Алексей Жирухин. Для меня это очень большой пример для подражания. Этому человеку всего лишь 24 года, если я ничего не путаю, 24 либо 25. У него три высших образования, три красных диплома, сейчас он учится в аспирантуре, у него собственный, ну, у него MLM бизнес, где у него в структуре более 22 тысяч человек, и там миллиардные просто обороты, такие обороты, которых многие даже не слышали. У него еще три линейных бизнеса, этот человек зарабатывает в месяц столько, сколько наверняка зарабатывает какой-то топ-менеджер за год. И при этом у человека очень высокий, очень, скажем так, нет, не высокий, а правильнее будет сказать, что у этого человека гармонично развиваются все сферы жизни, он недавно получил мастера спорта, то есть он стал мастером спорта, он постоянно занимается спортом, активно у него есть на это время, и гармонично развивается и в других областях своей жизни. И именно этот человек помог мне более года назад понять идею множественных источников дохода, тогда именно он снял с меня эти розовые очки, выбил из моей головы фанатизм, и я очень хотел бы, чтобы сейчас хотя бы 1% информации, которую я вам доношу сегодня, он просочился к вам глубоко, в вас, чтобы вы это могли пережить, чтобы, знаете, чтобы у вас было такое, что-то щелкнуло, и после этого вы поняли, что MLM бизнес, вот только MLM и ничего кроме MLM, это как вот, то есть такой нездоровый фанатизм, когда там люди ходят в футболках с названием своей компании, носят зонтики с названием своей компании, носят пакеты с названием только своей компании, разговаривают только о своей компании, я хочу, чтобы у вас этого не было. И именно тогда люди начнут относиться к MLM бизнесу по-другому. Я думаю, многие заметили, когда человек говорит, что я просто занимаюсь бизнесом, к нему относятся по одному, когда определенным образом, когда человек говорит, я занимаюсь MLM бизнесом, к нему относятся совершенно по-другому. Вам нужно себя правильно позиционировать, именно это будет приносить вам больше результата. Также сегодня мы с вами говорили о тех инструментах, которые у вас должны быть, которые нужно использовать, нужно использовать грамотно, в нужной последовательности. И эти инструменты, они должны работать. Они должны работать в совокупности, и они должны работать на вашу популярность, а не против вас. Сейчас я вам дам несколько простых способов раскрутиться. Если вы уже присутствуете в интернете, либо вы еще не присутствуете, но очень хотите присутствовать, я вам дам несколько способов раскрутиться. Во-первых, это социальные сети. Социальные сети позволяют вам раскручиваться достаточно быстро. Люди очень активно обмениваются информацией в социальных сетях, и, соответственно, узнавать о вас будут очень быстро. У меня сейчас заявки в социальных сетях в друзьях за неделю висит более 200 заявок в друзья. Представляете, 200 человек хотят общаться со мной. То есть они добавляют меня в друзья. Понятно, что там человек 50, это просто спамеры. Остальным людям я уже интересен, то есть они приходят с какими-то конкретными вопросами, с какими-то конкретными задачами, которыми я им помогаю решать. Кто-то приходит ко мне в коучинг индивидуальный, кто-то приходит ко мне в группы обучаться, кто-то приходит ко мне в бизнес с разными целями. Кто-то приходит просто посмотреть, что я такого делаю, то есть что-то такое интересное про меня там говорили, и он решил посмотреть. И такое тоже бывает. И вы со временем привыкнете, что для многих людей вы становитесь как Дом-2. Люди начинают смотреть вас как сериал. Вы живете своей жизнью, вы наслаждаетесь жизнью, люди смотрят вас как сериал, говорят, вау, какой он классный, ничего в своей жизни не меняют. Вам нужно к этому привыкнуть и обращать на это внимание. Сначала это будет очень приятно, потом это будет само собой разумеющимся. То есть да, какие способы раскрутиться, давайте еще раз. То есть это, во-первых, стальные сети, во-вторых, это ваш личный результат. Я еще раз сделаю на этом акцент. То есть если у вас есть личный результат, например, я могу с ним говорить о том, что у меня более 200 человек, да, там порядка 300 человек за последние несколько месяцев только пришли ко мне в бизнес через интернет. Это результат. Я могу сказать, что меня читает практически 5 тысяч человек, являются моими подписчиками. Это результат. То есть есть определенный результат и так далее. Я не буду сейчас много само пиара включать. Я думаю, каждый из вас знает, что у вас есть какой-то определенный результат, на котором можно сделать акцент. Дальше. То есть что еще? Еще есть очень интересный способ. Это общаться с уже популярными людьми. Наверняка заметили, что люди комментируют многие блоги не просто так. Они комментируют их в числе первых и постоянно говорят об определенных вещах в числе первых. То есть они общаются с популярными людьми. И чем ближе этот человек, тем больше хочется его комментировать, тем больше ты с ним обсуждаешь, и часть его популярности переходит к тебе. С этим разобрались. Поставьте, пожалуйста, плюсики, насколько вам это было полезно. Ну, чем больше плюсиков, тем больше вам это было полезно. Каждая ставит разное количество плюсиков. Интересно так. У каждого, да? То есть каждому по-разному было полезно. Ну, здорово. Классно. То есть небольшое количество плюсиков говорит о том, что вы уже что-то из этого знали. Если вы что-то из этого уже знали, у меня к вам вопрос. А почему же вы тогда не применяли это? То есть почему у вас до сих пор нет тех результатов, какие вы хотите? На самом деле, то есть, да, сделать так, чтобы люди находили вас сами, это несложно. Когда первый человек нашел меня осознанно сам, то есть когда мне на блоге написали комментарии, «Александр, ты так активно развиваешься, я хочу работать с тобой», я вначале не поверил, а думал, это какая-то шутка. То есть человек просто решил, ну, как бы, смотрит, что я пытаюсь кого-то рекрутировать через интернет, да? Можно ли работать без блога? В принципе, нет. Я считаю, что блог нужен, но это не самый главный элемент системы. Вот. Я думал, что человек пошутил, что на самом деле он не хочет работать со мной, смотрит просто мои вот эти вот потуги, попытки рекрутировать на многие часы, проведенные в интернете, без толку. И я такой думаю, а может и правда. Здесь, смотри, он добавляется в скайп и говорит, «Я хочу с тобой работать». Я такой, ну, неужели? У меня это, знаете, первый человек, который нашел меня сам, для меня это было такое счастье просто. А сейчас, к сожалению, наши пути с этим человеком разошлись, каждый работает по-своему, да? Но, тем не менее, тем не менее, это стало для меня таким прорывом. Далее. Нужно использовать все инструменты. Я использовал только одну десятую часть тех инструментов, которые есть. Нужно использовать все, и тогда это будет давать более мощный результат. Далее. Это прозрачность. Кто-нибудь что-нибудь слышал о законе прозрачности, о законе? Кто-нибудь что-нибудь слышал о законе прозрачности, о законах Вселенной? Ну, понятно, что многие что-то слышали про законы Вселенной, а конкретно закон прозрачности. Еще есть очень сильный закон, да, вот Евгений пишет правильно, это Николай Латанского, есть еще очень сильный закон, закон 100% ответственности. Я хочу с вами этим поделиться, потому что для меня это было не то, чтобы открытие, для меня это настолько мощно сработало, что я хочу, чтобы это сработало для вас. В феврале этого месяца я сейчас хожусь в городе Оренбурге, это мой родной город, вообще я живу в городе Нижний Новгород, это Россия, нахожусь сейчас в Оренбурге, и именно с Оренбурга я ехал в город Минск, это достаточно далеко от моего дома, догадывайте, да, то есть с Оренбурга в Минск, Белоруссия, я приехал специально на тренинг к Николаю Латанскому. Я много слышал об этом человеке, этот человек был для меня неоднозначным, мне нужно было съездить и разобраться в том, что он предлагает и то, о чем он говорит. Дело в том, что я люблю всегда обучаться и обучать только практическим навыкам, а здесь мне было непонятно, о каких практических навыках идет речь. И я могу сказать, что те два дня, которые я пробыл на тренинге 25-26 февраля, они стали для меня действительно прорывом, это тренинг прорыв к успеху. Кстати, могу вам его тоже порекомендовать, мне за это не заплатят никаких денег, у меня там нет никаких договоренностей с Николаем. Я просто вам хочу порекомендовать, чтобы вы, если у вас будет возможность, обязательно попали на этот тренинг, вот латанский.ком, это его сайт, тренинг называется «Прорыв к успеху». И Николай говорил много о том, что нужно быть прозрачным. Я вначале не понимал, о какой прозрачности идет речь. Например, смотрите, человек у вас спрашивает, ты считаешь себя профессионалом БМЛМ? Вы такие, да, я супер-мега-профессионал, я столько всего знаю, у меня мега-десятитысячные структуры. Эти люди зарабатывают по 100 тысяч долларов, я сам зарабатываю миллионы долларов. А в итоге на деле, то есть вы сидите и думаете, чем же мне сплатить за кредит-то, у меня вот скоро кредит платить, денег-то я еще не зарабатываю, никто мне не верит, никто за мной идти не хочет, никто меня не слушает. У кого бывало такое вот, что вы где-то не то что соврали, а немножко недоговорили, немножко недосказали, немножко умолчали. То есть как-то вот неосознанно или осознанно не предоставили всей стопроцентной информации. У кого было такое? Вот честно, скажите, у кого было? То есть у всех это было, у меня это было. Вот, ага, было. Хорошо, что вы сейчас сказали, что это было. Кто-то постесняется и не скажет, и это уже снятие из себя ответственности. Это противоречие закону стопроцентной ответственности. Понимаете, дело в том, что когда человек приходит только в новом бизнесе, он хочет казаться экспертом, он хочет казаться профессионалом, он думает, что если он будет строить из себя эксперта, люди за ним пойдут. Неправда, абсолютно неправда. Есть интересный кинезиологический тест, его можно пройти, и этот тест очень наглядно показывает, что все эти недосказанности и несоответствия с законом прозрачности, оно очень сильно влияет на вас, оно сильно ослабляет вашу энергию. Вы становитесь сильно слабее, вы становитесь уязвимыми. А когда вы полностью стопроцентно прозрачными, когда вы готовы признать свое несовершенство, когда вы готовы говорить правду, вы становитесь сильнее, вы становитесь более независимы, вам нечего скрывать. Вы больше не тратите энергию на то, что вы прячете что-то от других людей. И если сейчас те, кто сказал, что такого никогда не было, и человек всегда говорит правду, вы снимаете с себя ответственность, вы опять же нарушаете закон 100% ответственности, вы нарушаете закон прозрачности, и пока вы это нарушаете, ничего хорошего у вас не будет. Например, те люди, которые учились у меня, вот, например, Юлия Еременко, она может подтвердить, что после тренинга я стал более прозрачным. И после того, как я стал более прозрачным, у меня стало все получаться настолько легко, настолько проще, да, чем могло бы быть. И те люди, вот, если вы есть у меня в друзьях, в социальных сетях, да, если вы следите за моими трансляциями, они очень сильно поменялись. Они очень сильно поменялись, то есть, и таким образом у меня аудитория немножко отфильтровалась. То есть, те люди, которым было непонятно, почему я говорю правду, зачем я вообще это делаю, да, они перестали меня читать, к счастью. Мне важно, чтобы люди любили правду, потому что большинство привыкло жить в иллюзиях, в красивых мечтах, в сказках. Но правда, то есть, не негатив, а именно правда, она очень сильно помогает вам развиваться, когда вы понимаете то, что есть. Это относится к закону 100% ответственности. И когда вы ими следуете, люди будут находить вас сами. Артем Нестеренко, Олеся Тимофеев, яркий тому примерок. Хорошо, с этим разобрались. Здесь, смотрю, время уже без 10, мы с вами общаемся 50 минут. И, если честно, не хочется с вами расставаться, потому что информации много, хочется рассказать как можно больше, чтобы вы получали как можно больше пользы. И чтобы вы могли рекомендовать это, чтобы вы могли применить и потом порекомендовать это. Какая еще есть дополнительная польза, кроме того, что люди будут находить вас сами? Спасибо, Лариса. Мне правда, мне приятно это слышать. Какие еще, как вы думаете, какие еще есть возможности, почему люди должны находить вас сами? Кроме того, простите, кроме того, чтобы люди находили вас сами. Что еще может дать интернет для вашего MLM бизнеса? Напишите, пожалуйста, в чате, как вы думаете. Не бойтесь ошибиться. Есть люди, которые стесняются писать ответы в чат. Это, опять же, снятие с себя ответственности. Поиск контактов, вирусный маркетинг. Что еще? Давайте подскажу вам, что это может дать уже для тех людей, которые уже есть у вас в структуре. Неограниченное количество попыток. Хорошо. Да, действительно, у вас попытки будут безлимитные. Быть экспертом. Где взять время на писанину? Общение, полезные связи. Все правильно. Развитие, так, ага. Где взять время на писанину? Не очень понятно. Зачем брать время на писанину? Мы не говорим о писанине, мы говорим о другом немножко. Стать профи в какой-то области. Вести только заинтересованных людей. Хорошо. Давайте я вам еще немного подскажу, да, что еще может дать вам интернет. Есть люди, которые не используют интернет для рекрутинга, но тем не менее он им сильно полезен. Так вот, во-первых, это автоматизация обучения. Вы можете единовременно, там, единоразово записать 5-7 обучающих видеороликов по основным моментам ведения бизнеса. И каждый раз, присоединяя нового человека к вам в команду, вы даете ему 5-7 этих видеороликов, и он получает информацию напрямую от вас только через видео. Это экономит вам время, автоматизирует небольшой кусочек вашего бизнеса. Во-вторых, это упрощает работу с регионами. То есть, если у вас уже есть люди в разных регионах, вы сможете собираться в интернет-комнатах и сможете обучать этих людей одновременно. Ага, вот для надежды интернет – это быть действительно полезным людям. Класс. Хотел бы общаться с людьми, которые готовы быть действительно полезными. Мария хочет создать собственную систему обучения. Отлично. Так, дополнительная польза, да, еще какая? Интернет сильно фильтрует людей. Очень сильно фильтрует. То есть, до вас доходят уже заинтересованные, либо на 80% готовые прийти в бизнес, о которых нужно немножко дожать, я говорю терминами продаж. То есть, дожимаем до продажи. Фактически, вы продаете бизнес, вы продаете себя, вы продаете продукт, вы продаете систему. То есть, дожимаем человека до покупки. Многие говорят, что без личного контакта нельзя построить бизнес. Так люди будут отсеиваться. Но знаете, я вам что могу сказать на этом? Слабые люди, они все равно отсеются. Человек, который пришел за халявой, за быстрыми деньгами, за мгновенными результатами, который готов поработать только неделю ради результата, а потом пожаловаться, что его нет. Это слабый человек. Это будет быстрее, просто он через интернет быстрее отвалится и сэкономит вам время. Через интернет можно получать дополнительные источники прибыли. Кстати, кто знает, какие еще можно источники прибыли получать из интернета? Напишите мне, пожалуйста, в чате, кто какие источники прибыли знает. Партнерские программы, партнерки, партнерки. Платные вебинары, коуч-группы, создать обучающий курс. Это сильно позднее, с самого начала это не выйдет. Инвестиционные фонды, немножко опасно. Да, инвестирование – это хороший метод. Я, кстати, тоже инвестирую в различные инструменты дохода, рекламы на сайте, партнерки. Партнерки, так, ага, хорошо. Можно подавать что-то через интернет, да. Можно создать свой интернет-магазин. Кстати, ну хотя ладно, не буду говорить, пусть это будет тайной. Это не нарушение закона прозрачности, просто пока об этом говорить рано. Летом вы все узнаете. Те, кто продолжат за мной следить до лета, летом вас ждет кое-что интересное в отношении интернет-магазина для сетевиков. Вот, как я уже говорил, множественные источники дохода они решают. Чем больше у вас источников дохода с интернета, тем больше денег вы получаете в реальную жизнь, тем больше денег выходит у вас на развитие бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во-первых, нужно сказать, что правильная работающая система работает за вас. Система Это определенный четкий алгоритм действий, который приводит вас к заранее известному результату. Система может работать как с вами, так и без вас. Но от вас нужна минимальная поддержка, участие и обновление. Яркий пример Алексей Жирухин – это мой наставник, у которого структура больше 22 тысяч человек. Его неприличный чек, который в MLM зарабатывает буквально единицы на русскоязычной посадке, но и не единиц, конечно, он сотни человек, да, то есть мало людей зарабатывает столько, сколько он зарабатывает в MLM, только в MLM не считая трех других бизнесов. Его система, она не отнимает его времени. Я посмотрел эту систему, она достаточно проста, у меня система немного посложнее, то есть там добавлены некоторые интересные элементы, которые позволяют мне улучшать результаты, именно в качестве общения с людьми. То есть у меня меньше автоматизации, больше общения. Я очень люблю общаться с людьми, я очень люблю людей, люблю людей, которые разделяют мои взгляды. И поэтому я делаю систему максимально открытой. Система, она должна быть работой, она должна работать, да, то есть система должна быть простой, понятной, дублицируемой и централизованной. То есть эти четыре пункта, простая, понятная, централизированная и дублицируемая. То есть что такое централизованная, централизированная система, да, это когда есть вы в центре и система принадлежит вам, когда не каждый создает свои маленькие системки и разбивается на маленькие группы, а когда вся структура входит в одну единственную систему, и вы можете управлять этой системой и контролировать ее. Чтобы выстроить систему, смотрите, да, ваши шаги. Нужно выстроить архитектуру бизнеса. Во-первых, нужно начать с себя. То есть нужно выстроить систему для себя, понять, что, зачем вы будете делать, какой последовательности вы это будете делать, получить собственный результат. Протестировать, что работает, что не работает, как работает, какие дают результаты, за какой промежуток времени. Далее, вам нужно взять одного человека из своей команды, либо не обязательно из своей команды, и довести его до такого же результата. То есть он должен иметь то, что имеете вы в плане системы. Когда я выстроил систему и обучил людей оффлайн, то есть я собрал людей оффлайн и научил их этой системе, они смогли это повторить. Я понял, что я могу теперь сделать это онлайн. И собрались люди, которые повторили то же самое. Кому нужно было, повторили. Кто просто пришел посмотреть меня как в Дум-2, естественно, ничего не сделали. И после того, как вы довели человека до результата, нужно это масштабировать. То есть вот они четыре шага. Это начать себя, выстроить систему для рекрутинга и протестировать ее, взять одного человека и довести до результата, и потом масштабировать. На самом деле все просто. Оно только кажется сложным. Я не хочу усложнять. Я хочу, чтобы у вас были результаты. Также в программе вебинара сегодня было, да? Что я раскрою вам тему, как можно сэкономить десятки тысяч рублей на курсах, семинарах и тренингах. Хотите услышать, да? Как можно сэкономить? Понятно, что совсем с нулем ничего сделать не получится, то есть абсолютно не вкладывая денег, энергии, времени. Но сэкономить значительно и получить результаты можно гораздо быстрее, гораздо дешевле. Кто хотел бы узнать? Кто хотел бы узнать, как можно сэкономить десятки тысяч рублей на курсах, семинарах, тренингах, вебинарах и так далее? И получить результаты. Так, у нас сейчас 24 человека получается в комнате. Понятно, что это не подойдет всем. Я как бы трезво понимаю, и сейчас вы поймете почему, да? Во-первых, да, что вам предлагают обычно купить в интернете по MLM-тематике? Я перечислю только самое основное, что я прям недавно просто пролистал, посмотрел. Вам предлагают купить курс, как собрать базу подписчиков. Вам предлагают купить курс, как работать в социальных сетях. Вам предлагают купить курс, как использовать видео в MLM-бизнесе. Вам предлагают купить курс, как использовать аудио в MLM-бизнесе. Вам предлагают курс, как создать блог и все о блогах. Вам предлагают курс, все технические моменты. Вам предлагают курс, как создать дискуссионную группу для своего бизнеса и так далее. Кто встречал такие курсы, поставьте, пожалуйста, цифру 8. Вот просто по одной из этих тематик. Ох, встречали, встречали. В любом случае, да, были предложения. Да, смотрите, курс, например, по базе подписчиков стоит 10 тысяч рублей. В соцсетях еще 3 тысячи, 13 уже. Как использовать видео еще 4 тысячи, 17. Как использовать аудио, 2 тысячи, 19. Как создать блок, 5 тысяч, 24. Все технические моменты, 3,5 тысячи рублей, 27,5 тысяч рублей в итоге получается, да. Это только минимум. Я же вот нисколько... А, еще, кстати, про рекламу забыл. Как настроить рекламу, как настроить Google AdWords, как настроить Яндекс.Директ. Все это стоит там примерно 30-35 тысяч, да. Согласны со мной? То есть я нигде ничего не преувеличил. И при этом обратите внимание, что эти все курсы, они понятно, что дают результат. Только вам нужно достаточное количество самодисциплины, потому что внедрять вы все это будете сами. И они не отвечают на все ваши вопросы. Вот кто считает, что реально все там 8-10 курсов как раз так и стоят примерно 1030-1035. И кто уже покупал такие курсы, напишите, пожалуйста, цифру 9 в чате. Кто покупал уже какие-нибудь из этих курсов, любой, любой из курсов, абсолютно неважно, покупали курс. Ага, Светлана покупала. Светлана, Галина, Лариса. И теперь поставьте цифру 0, кто выполнил абсолютно все из того, что было в курсе. То есть у кого хватило сил, терпения, энергии, мотивации, позитива, чтобы довести все до конца. Вот абсолютно все, все, что говорилось в курсе, вы все сделали. Поставьте цифру 0. Светлана, Светлана уникальный человек. А если не получилось, поставьте минус. Если где-то сорвались там в самом начале, что-то не стали уже доделывать, не получили нужного результата, обратной связи не было. На самом деле можно здесь очень хорошо на этом сэкономить, я вам сегодня расскажу как. Далее, второй момент, что отнимают вас деньги временно и не приносят результаты, это всякие школы по работе в интернет. Они, во-первых, выжимают с вас деньги, это понятно, сначала там все происходит бесплатно, потом за деньги. Во-вторых, сетевику это не надо, я считаю, что сетевику не надо знать тех технических моментов, и технические знания, они очень слабо влияют на результат, и это не дублицируемо. Это оттягивает ваши деньги назад. Всякие такие школы, они научат вас там, как перемещать информацию из папки в папки, как можно, например, сделать что-то такое еще, там похоже, там очистить жесткий диск, настроить антивирусник. Сетевику маркетингу это не имеет никакого отношения, тем не менее забирает ваши деньги, время, энергию и усилия. Так вот, о чем мы с вами говорим. Есть один проверенный способ, который уже проверен многими сотнями людей, и который позволяет получать действительно проверенные результаты за заранее определенный промежуток времени. Этот способ называется мастер-группа. Кто-нибудь что-нибудь слышал про мастер-группы, мастер-майнд-группы, коучинговые группы, может быть, даже где-то читали про них, может быть, даже когда-то хотели участвовать. Напишите, пожалуйста, в чате, хотели бы вы участвовать, но, допустим, вас не устраивали тот уровень знаний, тот комплект знаний и умений, которыми вы обладаете, у вас не было серьезной уверенности, потому что не было отзывов о человеке, который вам об этом рассказывал, или, возможно, вас не устраивала цена, или что-то еще, может быть, вы не успевали по времени. Напишите, пожалуйста, в чате, что именно вас остановило в тот момент, раз вы уже знали про мастер-группы, что вас остановило от принятия решения. Было уже... Дело в том, что многие мастер-группы проводят теоретики. Люди, которые абсолютно ничего не сделали сами, они просто изучили чью-то мастер-группу, переговорили ее сами и таким образом выдают ее за свою. Естественно, что если человек не получил результат сам, как он может провести человека за руку к результату, да? Цена, отсутствие времени, дети, цена, неуверенность в результате. Ну, конечно, да. Бывает такое, что мастер-группа там стоит 50, 100, 150 тысяч. Я понимаю вас. Отсутствие времени. На самом деле времени на это много не нужно. Нужно правильно подходить к решению проблемы. Так, нет денег, времени, дети, это все. Это все снятие себя ответственности. Деньги можно заработать. Достаточно быстро их можно заработать. Есть простые способы, в том числе партнерские программы. По времени это занимает не сильно много времени. Я вам хочу рассказать о мастер-группе трехмесячной. Все на время. Трехмесячная мастер-группа... А так, нет, не буду вам показывать слайд, а то вы сейчас подсмотрите и узнаете все, что я вам хочу сейчас рассказать. Скажите, как вы думаете, сколько стоит три месяца практически индивидуального обучения, то есть в малой группе, группе 10, 12, максимум 15 человек, где каждую вашу ситуацию разбирают до результата, где вам помогают отвечать на ваши вопросы, проводят вас сквозь сети дебри интернета и помогают получить вам личный результат, за которым вы пришли в мастер-группу. Все это длится три месяца. Встречи проходят... Встречи проходят... Встречи проходят раз в неделю, например, по несколько часов. Всегда получаете больше, чем вам обещали. Кто, как думает, вот 10 тысяч рублей в месяц или за все три месяца? Кто, вот как думает, да, когда вас берут, вам говорят, что у вас будет полностью готовая система, вы сможете полностью ее использовать и получать результат. Ага. 10 тысяч рублей, ну нормально. А что если в эту еженедельную встречу добавить еще встречи, вопросы и ответы? То есть... Ага, плюс 5 тысяч, больше 5 тысяч, да? Встречи, когда отвечают на вопросы, которые задавались по ходу другими участниками, и все это собирается вместе. И когда каждый участник помогает друг другу, когда система работает не так, что вы в одиночестве, а вы получаете поддерживающее окружение людей, которые заинтересованы в результате каждого. Дело в том, что людей хватит на всех, и грамотных профессионалов их очень мало. И когда люди помогают друг другу, когда они поддерживают и мотивируют, результаты группы сильно выше. Вот сколько вы готовы были бы, вот если бы вам сказали, что вам сейчас делают супер предложение, через три месяца у вас будет полностью готовая онлайн-система рекрутирования, вы подпишете уже первых людей, у вас пойдет полностью товарооборот, и вы сможете обучать людей, которые у вас уже есть, используя интернет. Вы используете, начнете грамотно в социальной сети, сети, аудио, видео. Вы начнете грамотно использовать рекрутинговые сайты, курсы, рассылки. Вы будете ориентироваться во всем этом огромном пространстве информации. Всегда будете точно знать, в какой день вам что делать, шаг за шагом вас проведут по тому пути, который был уже пройден. Вот если бы вам сказали, что прямо сейчас это стоит сколько-то денег, и вам дали бы на решение, скажем, на принятие решения 15 минут. Вам бы сказали просто, сколько вы готовы заплатить прямо сейчас, в течение 15 минут, приняв решение, что вы точно участвуете. То есть вам говорят, у вас есть 15 минут, и сколько-то у вас есть денег, сколько вы готовы отдать, чтобы три месяца с вами работали лично и довели вас до результата. Напишите, пожалуйста, цифру. Это ни на что не влияет, по большому счету, потому что то, о чем я вас сейчас скажу, оно вас сильно удивит, это будет вам крайне приятно. Лариса, очень неприятно, что вы бросили деньги в мусор. Напишите мне, пожалуйста, на e-mail, только не нужно писать в чате этого человека, у кого вы обучались. Почему вы считаете, что вы бросили деньги в мусор? За 50 долларов ежемесячные тонны продукции, это будет массово. Если вам предлагают 50 долларов за продукцию, и вас научат в какой-то системе, то будет шаблонная система, которая не сработает у вас в 50% случаев. То есть вероятность неуспеха, она будет очень высокой. Продукция, скорее всего, там, даже догадываюсь, что за продукция, на самом деле она того не стоит. Когда в группу собирается 100-200 человек, это понятно, что она стоит 50 долларов примерно, и стоит. Если в группе достаточно небольшое количество людей, и время уделяется каждому индивидуально, это стоит сколько-то денег. Напишите, пожалуйста, цифру. Кто как считает. Смотрите, не то, что вы где-то видели, а то, что я вам прямо сейчас говорю, что вы научитесь использовать социальные сети, блоги, рекрутинговые курсы и сайты. Вы научитесь соединять все это в единую систему и сможете обучать людей этой системе. Вы найдете то, в чем уникальны именно вы, вы найдете то, в чем вы сильны, вы найдете то, в чем вы можете быть полезными другим людям и будете нести эту пользу независимо от вашей компании, независимо от вашей продукции и так далее. То есть у вас появится собственная командная рассылка, дискуссионная группа, обучающие рекрутинговые рассылки. Вы узнаете, в какой последовательности это использовать. Так, 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей. Опять же вопрос, да, то есть смотрите, за все три месяца, за все три месяца. Ну, 360-у Е вход в бизнес. Ну, как бы вот оно и получается, там то, что больше 10 тысяч рублей. Интересная как бы тема туризма, она своеобразная, достаточно тяжелая для продвижения, это лично мое мнение. Ну, хорошо. Вот у меня сейчас вопрос будет к Юле. Юля, у тебя сейчас настроен микрофон. Поставь, пожалуйста, плюсик, Юля Еременко. Поставь, пожалуйста, плюсик, если микрофон настроен, если ты можешь выделить прям буквально несколько минут. Ну, и, соответственно, минус, если не получится, сейчас выделить несколько минут, чтобы я как бы распланировал немножко времени. не получается, да, у Юли, к сожалению. Хорошо, так, тогда вот как сделаем. Смотрите, да. Дело в том, что у меня в этом месяце будет день рождения. И по большому счету, то, о чем я вам сегодня рассказал, мастер-группа, да, мастер-группа, она стоит ни много, ни мало, она стоит 13 300 рублей за все три месяца. А, все уже спят. Понятно. Мастер-группа, вот видите, у человека ночь, а она тут находится. Мастер-группа за все три месяца, она стоит 13 300. Дело в том, что у меня день рождения в этом месте, и день рождения я привык отдавать больше, чем получаю. И люди, которые знают меня, которые уже обучались у меня, они знают, что всегда я делаю что-то такое из ряда вон выходящие, то есть то, чего не делают нормальные люди. Я уже привык к тому, что люди считают меня там каким-то неадекватом, да. Когда я вкладываюсь в каждого индивидуально, Юля знает, что, например, вот Юля Еременко, кстати, она училась у меня в мастер-группе три месяца. Она знает, что меня можно достать в абсолютно любой момент. Я как только онлайн, я отвечаю сразу на все вопросы, уделяю каждому огромное количество времени. Об этом не говорится в мастер-группе, но тем не менее, да, то есть люди получают у меня результаты. И эти результаты, эти результаты в честь моего дня рождения, кстати, который будет в конце этого месяца, они стоят, вот перейдите сейчас на страничку, посмотрите просто, да, сколько это стоит денег. Вот я написал в чате ссылку, нажмите прямо сейчас на эту ссылку и посмотрите, да. На самом деле, вот по большому счету, скорее всего, третья группа, она будет стоить достаточно много. Я думаю, что я увеличу эту цену специально для того, чтобы люди это больше ценили. Вторая группа, она уже должна была стоить 13 300, но здесь как-то совпало, что она стартует примерно в тот же момент, когда у меня день рождения. Здесь невозможно было просто уйти от этой ответственности, есть что-то такое сделать из ряда вон выходящая, такое привычное в своем стиле, которое непривычное для других. Кто уже нажал на ссылочку, нажмите, пожалуйста, плюсик. Там в самом конце есть красная цена, то есть сколько это стоит, вот на данный момент. Дело в том, что смотрите, да, во-первых, я вам не хочу, ага, смотрите, во-первых, как бы я хочу, чтобы вы понимали, что это нужно не всем. Давайте разберемся сразу, кому это точно нужно и кому это точно не нужно. И Юля подтвердит, что те люди, которые сейчас подходят под эти критерии, у них будет результат. Кому точно, давайте, да, давайте начнем с того, что кому точно надо. Надо точно тем, кто хочет изменений, кто понимает, что сейчас в жизни происходит какой-то застой, может быть, небольшая стагнация, потерялась какая-то яркость и нужно что-то такое. То есть нужен глоток свежего воздуха, нужен глоток позитива. Ну, заранее можно, в принципе, поздравлять. Да, спасибо большое. Второй момент, да, для тех, кто готов действовать, то есть кто готов не просто слушать меня как радио, потому что мне нужны ваши результаты, а для тех, кто готов действовать. Для тех, кто хочет динамики, да, кто хочет, чтобы все происходило быстро, динамично, чтобы все менялось так, как вот вы узнаете что-то новое. И, соответственно, кто хочет динамики, то есть кто хочет таких вот быстреньких изменений. Кому еще точно нужна мастер-группа? Тем, кто хочет поддерживающее окружение. Я знаю, что многие люди способны сами получить результат и без мастер-группы, но им не хватает окружения, которое бы понимало, их поддерживало, и когда им было тяжело и плохо, а вам будет тяжело и плохо, если вы начнете устраивать интернет, у вас будет взрыв в голове, потому что у вас будет перезбыток информации в скором времени. Вам нужны люди, которые поддержат вас, не бросят вас в трудный момент, и которые проведут вас за руку вместе с собой. Это поддерживающее окружение. Окружение – это 50% успеха, об этом говорит Николай Латанский. И в мастер-группе создаётся лучшее окружение для того, чтобы вы получали лучшие результаты. Кому ещё надо в мастер-группе? Тем, кто хочет проверенную технологию, то есть не просто где-то прочитанную в книжках. Вот Юля пишет, что окружение решает до 100%. Не просто прочитанную технологию в книжке, а проверенную на собственном опыте. Я потратил огромное количество денег, чтобы понять, что работает, что не работает и в какой последовательности. Кому ещё нужна мастер-группа? Для тех, кто хочет больше зарабатывать. Я общался в Нижнем Новгороде со своей участницей своей мастер-группы. И она сказала мне о том, что она пошла в мастер-группу, когда у неё было очень мало денег. И когда она заплатила за обучение, она стала зарабатывать больше офлайн. И она начала получать результаты больше от своего бизнеса. То есть он стал более прибыльным, а всё потому, что это энергообмен. Кому ещё нужна мастер-группа? Это тем, кто готов осваивать что-то новое. Те, кто не боится осваивать что-то новое, не боится на время снять с себя корону, положить её. Тем, кто готов находиться в позиции ученика и перерасти в позицию эксперта. Но это ещё не всё. Кому это точно не надо? Дело в том, что несколько мест уже из мастер-группы, они уже заняты. Вы же понимаете, что люди, которые прошли у меня обучение, и кому это точно помогло, они рекомендуют это уже своим людям, либо людям из параллельных структур. И несколько мест уже заняты. И разумеется, что сейчас даже 24 человека находятся. Понятно, что всем это не нужно. Но я и беру не всех. То есть, если вы из финансовой пирамиды, что я считаю финансовой пирамидой? Это, я прямо название перечислю, это Goldline, это система взаимопомощи, это касса взаимопомощи, это всякие хостинговые компании, которые продают хостинг, которые продают рекламу, всякие InSpace, там, что там ещё у нас есть. А вот это InMarket, который почему-то непонятно к чему живой. То есть, это всё там, где нет реальной ценности продукта, когда с людей просто берут деньги за ход. Бинары, тренары, матрицы, которые... Ну, понятно, что матрицы бывают определённого вида, да? Бывают матрицы автоматические, которые ещё куда бы ни шло. Вам как бы можно, да? Вот все бинары, тренары, там, касса взаимопомощи, бешеные 75% в месяц и так далее, я таких людей не беру. То есть, люди, которые участвуют в пирамидах, это не сюда. Да, я не хочу учить людей, привлекать других людей в пирамиду. Это противоестественно. Я не хочу, чтобы другие люди профессионально обманывали других людей. Кому ещё не надо? Это нытики, критиканы, которые постоянно говорят, что правительство плохое, государство плохое, налоги высокие, у меня ничего не получается, все люди какие-то не такие, они не способны делать бизнес. Также это не надо постоянно сомневающимся. Вот знаете, если вы сейчас думаете, надо оно мне или не надо, вот лучше не надо. Я вам скажу честно, у меня нет цели затащить вас в мастер-группу любым способом, потому что она стоит очень мало, как бы, да? И я просто буду тратить большое количество времени на вас, мы три месяца проведём вместе, я не хотел бы, чтобы у меня было окружение, которое тянет меня вниз. То есть, кому ещё не надо? Это людям, которые не готовы выходить из зоны комфорта. То есть, если вы привыкли к определённому образу жизни и перспективы, что надо начать что-то менять, вас пугает, вам это точно не надо. Вот я вам гарантирую, что лучше оставьте всё как есть, и если оно плохо, то пусть будет плохо, да? Вот, в принципе, это основные критерии, то есть, вы не должны участвовать в пирамидах, у вас должно быть желание что-то изменить. Понятно, что успеют попасть не все, то есть, у меня главный критерий, если человек уже нажал на кнопочку «Принять участие», нажал на кнопочку «Купить», заполнил там необходимые поля, понятно, что он таким образом забронировал свои места. Ближайший старт мастер-группы у нас в апреле. По прошлому опыту, вот Юлия сейчас, Ерёменко, находится у нас в комнате, это была корпоративная мастер-группа, то есть, в мастер-группе принимали участие люди только из одной компании, из конкретно одной российской сетевой компании. Мы провели всего лишь два вебинара, на которых было достаточно маленькое количество людей. И за 4 часа расхватали все места в мастер-группу. Абсолютно. При этом мастер-группа, она еще, понимаете, не было еще никаких отзывов. Был только опыт оффлайн проведения такого мероприятия. То есть, люди просто поверили на слово. В вашем случае у вас все гораздо проще, все гораздо понятнее, потому что есть люди, которые уже прошли этот путь, и которые нам, например, написали, как написала Алина Ивакина. Такое чувство, что вы знаете, в своем деле все. Или вот Юлия Еременко, которая просто применила те рекомендации, о которых шла речь, у которых появилось гораздо большое количество идей, которая начала развивать другие свои сферы, которая получила результаты, за которыми пришла. И так далее. То есть, есть реальные отзывы, есть реальные люди, есть ссылки на этих людей, у которых можно прям точно спросить, а чего там было, чего там не было, и нужно мне это или нет. Вот, я думаю, что, вот Юлия пишет точно, я думаю, что те люди, которые уже пошли в мастер-группу, и которые, да, то есть, которые получили результат, они с вами с радостью поделятся таким результатом, и для них это будет тоже полезно, то есть, они начнут отдавать что-то полезное вам, да, в качестве даже отзыва это полезно. Вот, в принципе, это основная информация, которая касалась сегодня у нас, которая касалась сегодня мастер-группы, вот, кто считает, что ему сейчас это нужно, кто считает, что ему нужно что-то изменить, получить какие-то новые навыки. Кстати, в мастер-группе будет не только интернет, то есть, мы не будем сидеть за компьютерами круглосуточно, это неправильно, это не будет занимать у вас сильно много времени, и так далее, то есть, мы будем развивать разные направления в вашей MLM-компании, то есть, и онлайн, и офлайн, и обучение, и вы будете сами расти, и будете растить своих людей, и все это будет происходить на протяжении трех месяцев. Эти три месяца, они пролезутся для вас незаметно, но те результаты, которые вы получите в мастер-группе, возможно, вы не получали больше нигде. Вот, кто считает, что ему это нужно, напишите, пожалуйста, цифру 5 в чате. Кто считает, что он хотел бы получить такой результат, кто считает, что надо что-то поменять самому, надо, чтобы поменяли что-то люди в вашей команде. На самом деле, вы можете отложить это еще на три месяца, потому что, ну, я еще проведу пару таких групп точно. Но, понимаете, дело в том, что какое время будут вебинары? Время мы будем согласовывать с нашими участниками, то есть, когда соберутся все участники, мы с вами соберемся и обсудим время. Время будет удобное для всех. А вон, Юля еще раз бы пошла. Вы можете отложить это на три месяца, на шесть месяцев. Ну, сколько в конце концов, да, раз вы уже откладывали какие-то вещи? Сколько раз вы пытались ездить в отпуск, либо посетить семинар, который стоит достаточно дорого? Вы же откладываете, можете и эту мастер-группу отложить. Ну, а почему бы и нет? Вот, в принципе, да, то есть, многие люди живут таким образом, что кажется их жизнь бесконечной. И мастер-группа, она нужна для тех, кто устал откладывать, потому что условия будут достаточно жесткие. И Юля, например, знает. Юля следовала всем рекомендациям, и Юля получила результат. И результат вы наглядно видели. Вы видели ее сайт, и ее сайт, но позже, ну, понятно, позже-то как-нибудь приходите, да. Я, знаете, как бы... До следующего дня рождения нет, вряд ли. Здесь, как бы, понимаете, такой ценник стоит, который, ну, смешной на самом деле. За три месяца это смешно. Я обучаюсь у людей, которые берут эти суммы за два-три дня. 5, но позже, так, думаю. Смотрите, на самом деле, то есть мест понятно, что всем не хватит. Здесь сейчас 24 человека. Так, сколько человек там не написало цифру 5? Так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Для Беларуси этот ценник, да, знаю. Ну, в Беларуси я был. Вот, да, смотрите, как бы... На самом деле, достаточно, ну, большое количество людей я даже не ожидал. Это при условии, что запись вебинара, она еще не выложена. И понятно, что некоторые люди просто не успели прийти на вебинар, то есть, возможно, у них изменились планы. Скорее всего, те, кто послушает вебинар в записи, для них уже там останется только одно или два места. Им нужно будет принимать решение гораздо быстрее. Там будет уже жесткая конкуренция. Мастер-группа стартует в апреле. Как я буду определять, кто попадает в мастер-группу, кто нет? То есть, если, например, будет 20 заявок на мастер-группу, 15 первых оплативших, максимум 15, я думаю, даже это будет меньше людей в этот раз, максимум 15, да, скорее всего, это будет меньше. Те, кто первые оплатили, те попадают. Все просто. Как бы ценник решает, да, оплата решает. Ага, Надежда, супер, что проходите обучение другого человека. Я постарался, знаете, сегодня отдать вам максимум из того, что у меня есть. Дело в том, что многие люди делают бесплатные вебинары, делают такого низкого качества, что их даже слушать не хочется. Я привык работать на качестве. И те люди, которые меня давно знают, знают, что все, что я делаю, я делаю качественно. То есть, либо делаю качественно, либо не делаю никак. Мне проще сразу отказаться от какого-то проекта, чем сделать его плохо, потому что моя репутация стоит дороже любых 5500. У кого-то, может быть, есть какие-то вопросы, может быть, есть какие-то моменты, которые остались неясными. Кто-то хочет что-то для себя прояснить и, может быть, стесняется спросить. Напишите сейчас в чате, давайте мы это с вами обсудим. Мы с вами незаметно, так, ни для кого проговорили полтора часа. Вы давали для меня много обратной связи, мне было это очень приятно, и я вас благодарю за это. Обратная связь, она всегда решает. Сейчас, прослушав вебинар на протяжении полутора часов, я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали мне небольшой отзыв. Что из услышанного было для вас новым, как вы хотите это применить, и почему могли бы рекомендовать это кому-то еще. Для меня это было бы хорошей обратной связью. Спасибо, Юль, что напомнила про группы в соцсетях. Для кого-то эти группы работают, для кого-то не очень они работают. Группы в соцсетях хорошо работают на продажу чего-то. Для рекрутинга, для рекрутинга на бизнес, на долгосрочной основе, это работает не очень хорошо, могу сказать, по своему опыту. Если вы хотите продать продукцию, продать услуги, продать, может быть, еще что-то, это хорошо работает, если это правильно раскручивать, то есть покупать платную рекламу, делать Яндекс.Директ и так далее. Это работает. Если вы хотите, чтобы человек приходил к вам в бизнес, то, скорее всего, в любом случае он из группы перейдет на вашу страницу, будет общаться с вами. То есть лучше все-таки делать сразу акцент на себя, не на конкретную группу. Если вы сделаете акцент на себя, потом уже можно человека отправлять в группу. То есть не делать смещение акцентов. То есть сначала сделать акцент на себя. Об этом я хотел вам, кстати, тоже сказать. Спасибо, что об этом напомнили. У кого еще есть какие-то вопросы? Так, ну смотрите, еще раз дублирую вам ссылочку на то, что я делаю. Для того, чтобы вы могли записаться в мастер-группу. Те, кто сейчас запишутся, да, они имеют преимущество. Нет, не своих будущих коллег из любых компаний. Я могу сказать, что рекрутинг мой в мою компанию отсутствует на 100%. Вообще отсутствует в мастер-группе. То есть почему, да, для меня это профессиональная этика. Если человек не доверяет и пришел ко мне, чтобы научиться тому, чего он еще пока не умеет, да, я не могу сказать, что давай приходи ко мне в компанию, я тебя научу. Нет, это неправда. У меня есть отдельная рекрутинговая рассылка, и люди ко мне приходят. Мне поэтому не нужно больше людей. Я хочу, чтобы мы с вами сотрудничали в другой плоскости, да. У меня идет четкое разделение, то есть между тем, кого я обучаю, и между тем, кого я рекрутирую. Вот Юля говорит, что это абсолютная правда. Я даже знаю, был такой один момент у нас в первой мастер-группе. Компания там поменяла немного маркетинг-план, и у одного человека были небольшие сомнения в отношении того, что маркетинг-план стал менее выгодным. Я мог бы легко, да, с учетом своего опыта, с учетом умения рекрутировать, я мог бы легко воспользоваться этим моментом, тем более человек на тот момент обучался у меня уже более месяца. Я мог бы легко этого человека рекрутировать, показать выгоды своей компании, своего бизнеса и пригласить к себе. Тем не менее, то есть в тот сложный момент я поддержал этого человека и нигде ни моментом не сказал, что может быть тебе стоит сменить компанию, может быть тебе стоит прийти ко мне. Это абсолютная правда. За время мастер-группы про мою компанию не слышали. Вот пишет Юля. Светлана, деньги на блоге не зарабатываются. Деньги зарабатываются на другом 100%. Блог – это не самый главный элемент системы. Блог делается позднее, он делается для других целей. Главный элемент системы – это все-таки ваш рекрутинговый курс. Он делает вам деньги. Что именно вы делаете в офлайне? Спрашивает Евгения. В офлайне мы работаем в направлении рекрутирования. То есть непосредственно используем такие модели рекрутирования, которые работают для любой компании. Евгений, напишите, пожалуйста, компанию, с которой вы сотрудничаете, если это не является секретным секретом, чтобы я мог вам привести пример, что конкретно мы будем делать, например, с вами. Смотрите, в вашем случае все просто. У вас есть реальный физически ощутимый продукт. Проверенные стратегии лично мной, проверенные, проверенные участниками мастер-группы – это мастер-классы. Делаем холодные контакты – это одна из моих любимых тем. Кстати, у меня удивительная такая отличительная особенность. Я большую часть бизнеса построил именно на холодных контактах. Кто-то считает, что это сложнее, чем теплые контакты. У меня получилось наоборот. Я расскажу вам, может быть, свою историю в дальнейшем, если вы ее еще нигде не слышали. И таким образом, я работал на холодных контактах, есть действительно чем поделиться. Сейчас я делаю уже точечные холодные контакты. Я вытаскиваю людей из интернета для своих холодных контактов. И это мы тоже делаем. То есть мы используем стратегии онлайн и офлайн. Это позволяет получать более лучшие результаты. Кстати, насколько я знаю, компания Amway сейчас немножко смягчила свои требования в отношении интернета. И в журнале корпоративном от компании Amway партнерам разрешается использовать логотипы и так далее. И разрешается представлять себя в интернете с целью рекрутирования и продажи. Я надеюсь, что я ничего не путаю. То есть я читал как-то корпоративный журнал, выдержку из корпоративного журнала. Должно быть вроде бы так. Какие у вас еще есть вопросы? То есть что может быть еще вам непонятно? Над чем еще задумались? Что такое холодные контакты? Дина спрашивает. Надежда, спасибо огромное. Интересен опыт молодых людей, таких молодых, как вы. Спасибо. Дина, что такое холодные контакты? Это встреча с незнакомыми людьми, это общение с незнакомыми людьми. То есть рекрутинг незнакомых людей непосредственно. Когда вы приглашаете в бизнес незнакомых людей, а людей, например, с улицы, к примеру. Как-то у меня было, я проводил встречи на лавочке. Я об этом рассказывал. Кстати, я долгое время стеснялся об этом говорить. А когда узнал о законе прозрачности, я рассказал об этом, рассказал о своем опыте. И о том, насколько это для меня сработало. Понятно, что встреча на лавочке – это не лучший вариант. Тем не менее, для меня это работало, когда мне было 14 лет. Когда можно было успеть получить столько опыта. За практически 5 лет в МЛМ можно было успеть. Я считаю, что я даже успел мало. Дело в том, что, знаете, сколько бы я результатов не получал, я всегда считаю, что это мало. У меня нет такого чувства насыщения. Знаете, когда ты сделал что-то, одел корону, и сидишь и говоришь, я такой эксперт. Вы же заметили, сегодня я не говорил, что я такой суперэксперт. Непонятно чего там, непонятно зачем. То есть у меня нет этой короны. Я постоянно нахожусь в позиции ученика. Я постоянно готов принимать, внедрять, совершенствоваться и развиваться. Обучающая рассылка создается лично или брать в компании? Конечно, создается лично. Компания создает материалы, созданные для какого-то определенного круга людей, которые не готовы создавать что-то свое. Когда вы создаете свое, это работает намного и намного лучше. Пожалуйста. Хорошо, давайте вопрос, прям такой самый-самый последний. Кто из вас вот прямо сейчас готов стартовать с нами вместе в апреле? В апреле у меня будет стартовать золотая группа. Для тех людей, которые прошли серебряную группу, для них специальное там нечто такое очень здоровское придумано. Туда попадает вот Юлия Еременко, например. Она сделала одни из лучших результатов, скажем так, в серебряной группе. И, соответственно, она попадает в золотую группу. Это, знаете, как вот подмастерье, мастера. То есть, такой вот рост происходит. Кто вот хочет тоже оказаться в роли ученика и за три месяца вырасти в мастера? Хочет получить результаты? Кто готов потом передавать эти результаты своим людям? Кто хочет получить такую движуху, которой, скорее всего, уже давно не было? Правда, вот скажите честно, кто хотел бы со мной работать? Прям такой открытый вопрос, максимально открытый, да, нисколько не завуалированный. Кто хотел бы поработать со мной на протяжении трех месяцев? Понятно, что индивидуальную работу со мной по деньгам сейчас будет тяжело потянуть, потому что она стоит недешево. В любом случае, в моем времени я понимаю, что какую бы цену я не поставил за личное время, оно стоит дешево, да? То есть, любая цена моего личного часа, она стоит дешево. Тем не менее, то есть, учитывая российскую реальность, как бы, и те деньги, которые разрабатываются сейчас в МЛМ большинством людей, да, индивидуальная работа со мной – это достаточно дорого относительно этого. Вот, поэтому, как бы, идет речь именно о мастер-группе, о небольшой группе, где есть возможность, скажем, по более доступной цене, по более доступной возможности получить примерно то же самое, такого же высокого уровня качества, высокого уровня самоотдачи. Смотрите, что вам сейчас нужно сделать. Я вам рекомендую это сделать прямо сейчас, пока мы находимся в режиме онлайн. То есть, вам нужно зайти на страничку мастер-группы mlmdefaseactive.com slash mastergroup, нажать кнопку «Купить» и заполнить необходимые поля. Если вы выбираете способ оплаты участия мастер-группы банк, то у вас появится готовая заполненная квитанция, которая позволит вам просто прийти в банк, отдать эту квитанцию и, собственно, все. Кто-то может использовать также способ оплаты банковской карты. Это максимально просто, быстро, доступно, удобно. То есть, делайте это прямо сейчас, выбирайте способ оплаты. Оплачивать можете, понятно, да, что в течение еще дней 14, у вас есть 14 дней своего времени, когда вы успеваете точно вписаться в группу. До 28-го, до 29-го числа те люди, которые выпишут сейчас счет, они успевают вписаться в группу. Скорее всего, я буду смотреть по активности, и те люди, которые за 10-12, максимум, 14 дней, даже много, 10 дней, те, кто за 10 дней не примет решение, я их уже не возьму. То есть, у вас есть 10 дней, давайте так, да, то есть, 10 дней это будет честно по отношению к вам, по отношению ко мне. И есть 10 дней на то, чтобы принять решение и вписаться в мастер-группу. У нас здесь находится 20 человек, часть людей уже ушли, они, видимо, получили то, что хотели, да. Вот. Соответственно, остались самые сильные, самые стойкие, которые готовы слушать меня уже на протяжении 1 часа 43 минут. А, я вам неправильную ссылку дал, я прошу прощения, опечатался. вот, вот это вот правильная ссылка. Если еще есть какие-то вопросы, может быть, что-то хотите от меня такое интересное услышать, что, ради чего вы сюда пришли, да, я готов ответить вам. Давайте еще минут 10, мы с вами пообщаемся. Я готов уделить время, для того, чтобы вы могли решить все вопросы, которые у вас тут есть, которые относятся, естественно, к нашей теме сегодняшней встречи. Еще раз повторюсь, да, что по поводу времени мастер-группы самой мы обсуждаем уже непосредственно с участниками. Надежда спрашивает, что меня сподвигло прийти в MLM? Так, ну за 15 минут полностью историю рассказать не получится, что меня сподвигло прийти в MLM. Часть истории я расскажу. Лариса, это уже со скидкой, мастер-группа стоит 13 300, мастер-группа стоит 13 300, а вот эта вот цена 5 500, которую сложно назвать ценой за все 3 месяца, да, вот это уже цена со скидкой. Что меня сподвигло прийти в MLM? Знаете, как-то так сложилось, что мне захотелось независимости. Изначально все началось с индустрии прямых продаж, продаж товаров по каталогам. Я увидел, как моя одноклассница, да, чуть-чуть пойдем спать, я увидел, как моя одноклассница начала продавать товары по каталогам, у нее появились личные деньги, то есть ей не надо было просить денег у родителей, а у нее появились свои деньги. На тот момент мне было 12 лет, мне это было чрезвычайно интересно, хотя родители меня в деньгах не ограничивали, тем не менее, мне хотелось, чтобы у меня были свои деньги, чтобы я мог покупать там то, что мне хочется, и не спрашивать, можно ли я это куплю. Я начал зарабатывать деньги сам таким образом, то есть я до сих пор помню первую заработанную 1072 рубля, представляете, да, 1072 рубля, когда тебе 12 лет. Я чувствовал себя, наверное, ну, очень таким богатым, таким человеком. И мне это понравилось, я продолжал этим заниматься, и у меня мозг начал работать следующим образом, что если я сейчас заработал 1072 рубля, потратив на это очень малое количество времени, если я буду продавать больше, я буду зарабатывать больше, продам еще больше, заработаю еще больше. Таким образом, то есть я заработал, стал зарабатывать больше. А потом, чистая случайность, в кавычках, вы знаете, что случайности не бывает, к моей маме пришла подруга, у нее из пакета выпала зелененькая такая папочка, зелененькая папочка, зелененький стартовый комплект. Она недавно подписала контракт с этой компанией, и мне было еще там почти 14 лет, и я нашел эту папочку, говорю, а можно я посмотрю, посмотрел, и все, что я понял, что вот эти вот кружочки, я в центре вселенной, то есть, да, я там, ну, как бы, самый главный, все деньги мне. Я там не понимал, что мне там нужно делать, надо просто, чтобы кружочки были вот так вот, да, чтобы ко мне приходили деньги, вот, сколько там написано. Я на следующий день буквально поехал, приобрел стартовый комплект и подписал первый контракт с своей сетевой компанией. Таким образом, я попал в МЛМ. Вот, это очень вкратце, то есть, мне всегда привлекало то, что я могу быть независимым, я не могу работать на кого-то, и такой опыт, кстати, у меня тоже есть, я, как бы, делюсь, да, у меня есть опыт работы по найму, у меня есть опыт работы, опыт работы такой относительно по найму, то есть, когда ты работаешь под заказ, например, как вот мастер-группа, это что-то вот свое и свободное, а есть, когда у тебя приглашают провести какой-то семинар, меня также приглашали провести семинары, и, соответственно, это, как бы, то есть, все-таки работа на человека, которого тебя пригласили, да, когда ты сам организовываешь что-то, чувствуешь себя по-другому, но это лично у меня, у кого-то другого, да, происходит как-то по-другому, то есть, я делюсь своим личным, вот, то есть, и такой, и такой опыт у меня, разный опыт у меня есть, МЛМ – это то, что меня всегда привлекало, то, что меня всегда тянуло свободой, когда тебя признают, признание сцены. Это одно из того, ради чего я пришел в МЛМ. Я не могу сейчас сказать, что я получил от МЛМ абсолютно всего, ради чего я сюда пришел. Тем не менее, многие вещи, которые раньше мне казались недостижимыми, сейчас являются для меня реальностью. Это для меня очень важно. Для меня это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении. Это очень кратко. Моя история более подробно, наверное, я когда-нибудь расскажу ее больше, уделю этому больше времени. Участники мастер-группы смогут на вводном нашем занятии послушать, где я, в какие моменты я чему учился и почему сейчас это мне принесло результат и как это может сработать для них. В принципе, у меня на сегодня все. Время есть, впереди большое будущее. Спасибо большое, спасибо огромное. У кого еще какие вопросы? Давайте еще две минуты на то, чтобы вы могли задать свои вопросы. Благодарю, спасибо. Я благодарен вам за то, что вы нашли время, за то, что вы пришли сегодня, получили для себя что-то новое, каждый из вас получил какой-то опыт, каждый из вас может применить то, что вы узнали сегодня на практике, и я надеюсь, что со многими из вас мы встретимся в нашей мастер-группе и поработаем на протяжении трех месяцев очень плотно и доведем вас до результата, за которым вы пришли. Я вам еще раз в любом случае скидываю ссылку, всем огромное спасибо за вашу благодарность, спасибо за вашу обратную связь, спасибо за ваши вопросы, спасибо за то, что в пятницу вечером вы не сидели перед телевизором, а сидели перед экраном монитора и получали то, что может, продвинуть вас и поможет вам получить более высокие результаты. На сегодня у меня все, надеюсь, мы с вами встретимся еще в другое время. Все, кто будет хотеть делать, он обязательно поможет. Юля, спасибо огромное тебе за обратную связь. И я вам даю несколько ссылок. Это портал активных сетевиков непосредственно, млм.defisactive.com. Те, кто еще не читал мою электронную книгу «14 проверенных способов сэкономить деньги для сетевика», это вторая ссылка – mlm.defisactive.com. И третья ссылка – это ссылка на мастер-группу – mlm.defisactive.com. Мастер-групп. Любая из трех ссылок будет для вас полезным. Я вам рекомендую перейти на них, у вас сейчас есть еще время. По любым вопросам, которые у вас будут возникать, связанных с оплатой, связанных с временем участия в мастер-группе. Также, если у вас есть люди в структуре, которые хотят прийти вместе с вами, для вас будут специальные условия. Напишите мне, сколько человек вы хотите взять с собой, сколько человек готовы принять участие, и мы с вами обсудим, что может быть, какие варианты сотрудничества могут быть. Я вам скидываю e-mail, это mlm.defisactive.com, собака.gmail.com, напишите на него, в течение двух дней вы получите ответ. Если напишите «сегодня», то получите ответ «сегодня». Это понятно, я надеюсь. Сейчас лично я даже буду отвечать на все эти вопросы, лично я уделю этому время, и мы с вами сможем пообщаться уже непосредственно по конкретно вашей ситуации. Возможно, у кого-то там будут какие-то трудности, то есть какие нужно решить, может быть, у кого-то есть какие-то просьбы относительно мастер-группы, пожелания, что поможет вам принять решение. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча с вами была не последней, на то, что вы получили максимум пользы и на то, что мы встретимся с вами еще раз. Сейчас я еще раз вас благодарю за проинвестирование в время, скажем так, то есть это не потраченное время, это проинвестированное время. И до новых встреч, всем приятного вечера, хороших выходных и огромных успехов, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok